всем привет друзья сегодня я хотел бы вам представить обзор на модель на новинку от компании 7 модель he 111 модификации h3 данный самолет he 111 это немецкий средний бомбардировщик один из основных бомбардировщиков люфтваффе всего было построено более 7600 штук he 111 разных модификаций что делает данную самолет вторым по массовости бомбардировщиков в германии также еще такой есть факт про данную про данную модель про данную модификацию что в ночь на 22 июня 44 года до самолеты he 111 нанесли бомбовый удар по аэродрома полтава где приземлились после челночного рейда американские бомбардировщики в долете тогда участвовала до 200 he 111 было уничтожено большое количество бомбардировщиков б-17 и также было выведено огромное количество данных бомбардировщиков из строя ну и теперь друзья непосредственно к нашей модели это новинка от компания 7 под номером 48 261 первое что мы видим это у нас большая просто огромная скажем так коробка это радует там время огромное количество литников и будет интересно все это дело собирать еще хочу сказать что коробка достаточно весомая что тоже делает плюс к большое количество интересности нас ждет внутри далее у нас не снимаем наш буксар мы видим коробку коробку из плотного картона открываем нашу коробку в ней у нас пакет с литниками инструкция и декали вот наши декали ух какой большой лист у нас декалями давайте друзья начнем обзор мы с вами из декали посмотрим инструкция сейчас я много приближу модель у нас 48 масштабе декали такие достаточно большие технические надписи какие-то опознавательные знаки декаль выполнена на бумаге на новой и сейчас при приклеивании данной декали проблем никаких не возникает далее друзья у нас инструкция инструкция выполнена в виде журнала формата а4 инструкции у нас первая страница глянца следующие насматывает сразу хочу обратить внимание друзья ваше внимание на инструкцию что она надо очень подробно что при сборке не доставит каких-либо проблем или затруднений но мы сейчас посмотрим пробежимся мельком сейчас я вам покажу палитру и ты меня которую предлагает компания 7 использовать при окраске данной модели то есть если вы решите заказать это модель я думаю данная палитра вам может пригодится вот наша палитра на первом листе у нас как всегда на двух языках технические характеристики данного самолета данной модификации первая инструкция это у нас обзор литников еще один разворот еще один у нас набор ну и пошел непосредственно процесс сборки модель как я уже сказал у нас инструкция достаточно подробно и шаги описано подробно показано все подробно 3d модели что и куда ставится также указывается номера красок в виде буквенных обозначений которые вам показал самом начале сборка сборка нас вооружение бомб непосредственно установка на скрести крыльев сборка двигателей судя по инструкции двигатели достаточно детализированы что плюс для данного масштаба для данной модели можно сделать как нибудь открытыми далее у нас продолжается процесс сборки но это еще модельная громадина конечно красавец какой вот у нас наша сборка шасси хочу обратить внимание выполнено из двух половинок просто так встретились они так бомбалеки и уже наша окончательная 3d модель установлены уже остеклением далее у нас показывается декали тут также указывается декали цвета какие используются при окраске компания 7 предлагает нам данную модель в четырех модификациях первая модификация это у нас франция весна сороковой год вторая модификация франция август сорокового так следующая модификация у нас норвегия весна сорок первого и четвертая модификация это у нас россия апрель 1943 год и друзья приступим к обзору наших литников большой весом такие с нашими литниками сейчас мы и давайте начнем обзор первый литник это у нас крылья так на крыльях у нас имеется расшивка все лючки хорошо показаны также имеется имитация клепок клепки ну камера у меня этого к сожалению наверно не сможет не сфокусирует вот получилось то есть расшивка клепка все достаточно хорошо видно и показана компания 7 на данном литнике каких-либо дефектов я не вижу все все просто отлично так расшивка у нас внутренняя расшивка выполнена качественно поэтому интересно все это дело собирать и красить дальше следующий литник это у нас также крылья ну так же присутствует клепка расшивка каких-либо дефектов на данном литники также не обнаружено любители 48 масштаба я уже вам обязательно рекомендую приобретать данную модель модель высокого качества это очень радо далее у нас двигателя судя по инструкции как я вам сказал двигатель он достаточно детализированный ну может конечно привязать проволочками хотя тут все пролито вся проводка все очень интересно наш винт на данном литнике присутствуют мелкие детали мелкие детали пролиты отлично на данном литнике также дефектов нет не обнаружено каких-либо каких-либо далее следующий литник это у нас также присутствуют детали двигателей у шасси у колес непосредственно протектор хорошо виден все болты крепления все это видно так что модель хороша на мелких деталях все отлично хотел бы сразу обратить внимание на тех литниках я забыл сказать все толкатели у нас находятся на внутренних элементах дальше у нас будет прозрачный литник мы его рассмотрим в самом конце так теперь у нас такой небольшой литник это у нас так понимаю какие-то детали шасси стойки и все такое также все пролито замечательно мелкие детали пролиты отлично каких-либо дефектов на данном литнике также не обнаружено дальше следующий литник это у нас вот 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 также на данном литнике все у нас хорошо и чистенько дефектов каких-либо не обнаружено облоя нет ни на одном из литников чуть нет только с литника ну и теперь у нас последний литник это у нас фюзеляж так хочу обратить на ваше внимание на длину данной модели то есть это здесь наглядно будет видно на коврике у нас есть деление то есть 5 10 15 20 25 30 30 без носового остекления то есть длина модели где-то 33 будет 32 33 сантиметра да примерно так на фюзеляже также у нас присутствует расшивка клепка все у нас тут отличненько каких-либо дефектов не обнаружено ну и теперь вернемся друзья к нашему литнику с прозрачными деталями хочу обратить внимание на данный литник что остекление прилито хорошо скажем так даже отлично сейчас проверим на искажение то есть на любой текст наложу искажение нет то есть все сделано четко все 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 места которые должны быть прозрачными они сделаны отлично поэтому внутренности кабины будут хорошо видны особенно через такие большие окна такие через такой большой фонарь все внутренности будут видны отлично вот так приборная панель у нас вот выполнена в виде такой прозрачной детали я так понимаю на у нас есть еще декаль приборная панель посмотрю так декальку посмотрим да у нас имеется декаль на приборную панель то есть выглядит это будет примерно так все датчики приборчики все это будет очень-очень хорошо видно ну вот друзья хотел бы я завершить обзор данной модели новинки от компании всем модели бомбардировщика HEA111 модель высочайшего качества пролито все хорошо советую всем для приобретения всем спасибо ставьте лайки пока